Венчанные славой Юрий Канев, историк, краевед, директор первой городской школы. Это седьмая книга Юрия Викторовича «По краеведению». В ней собраны уникальные фотографии и архивные материалы о конкретных людях и событиях ушедших лет. Пользуясь расположением известного в городе человека, наша съемочная группа побывала у него дома. И за чаем мы побеседовали о жизни, творчестве и судьбе, которое вынесло, в общем-то, обыкновенного мальчишку на широкую дорогу общественной и просветительской деятельности. Родился я на Оренбаре 12 октября 1972 года. То есть мне сейчас уже 42-й год прошел. Вот родители у меня, у них специальность очень интересная. Они у меня ветеринарные врачи, айболиты. И все мое детство прошло вот на ветеринарной станции. Отец Юрия Виктор Сидорович много лет отработал главным ветеринарным врачом округа. Также и мама Валентина Ивановна десятки лет лечила животных. Я с собой очень много ездил, у меня очень много брал с собой в командировки. То есть мы выезжали с ним по селам округа. На обработку оленей ездил в первый раз в 10 лет. Я помню, очень хорошо было. Это было вообще захватывающее впечатление на сих пор, я помню все это. Семья Каневых проживала недалеко от ветеринарной станции в Качгарте. Известно, что линия взлета и посадки самолетов и сейчас проходит над этими местами. И, наверное, люди привыкают к этому. Невозможно было привыкнуть к реву боевых истребителей, которые в 80-х-90-х годах часто прилетали в округ на учения. И неделями базировались на так называемом аэродроме подскока в Нарьгенмаре. Они прямо над нашим домом прилетали. Когда вот эти тройки мигов 25-х, они с таким грохотом шли, конечно, было не забывая впечатление. Окна тряслись, дома тряслись. И вообще-то действительно было такое, по степени они очень яркое. В те годы у Нарьгенмара был статус закрытого города. Въезд и выезд из округа был строго регламентирован. В аэропорту постоянно работал наряд пограничников. Я очень хорошо помню, когда мы прилетали на Нарьгенмар, там приходили пограничники со штык-ножами, такие очень строгие ребята. Проверяли паспорта у всех, сельство рождения. Я помню, что некоторых даже не пускали тогда. То есть говорили, у вас нет справки, нет вызова, и летите обратно все, и человек летал обратно. Город был закрытый тогда, и действительно у нас, я помню, что попасть на Нарьгенмар было сложно. Я когда уезжал отсюда, я брал справку о том, что я являюсь вражением Нарьгенмара, чтобы вернуться потом обратно. Это было 93 года, когда я поступал в институт. Прадед Юрия, Филипп Маркович Канев, в Большеземельской тундре был человек известный и богатый. И когда Юрий Викторович стал углубляться в историю своего рода, он открыл для себя немало интересного. Он был владельцем 5000 оленей, одним из самых богатых людей в Большеземельской тундре. В Ижмейне жили, потом в Кипиево. В общем-то семья была богатая. И само собой, когда началась коллективизация, в 30-м году их раскулачили, а в 30-м году его расстреляли. Стальная поступь советской власти на севере подмяла под себя тысячи людей, сломала множество судеб. Строился новый мир, и по мнению великого вождя народов, весь прежний уклад жизни подлежал уничтожению. «Лес рубят, щепки летят» – одна из распространенных поговорок тех лет. Люди и их жизнь низводились до уровня винтиков в огромной государственной машине социалистического строительства. Когда в своей большой партийной кепке Идете вы встречать большой парад, Мы рубим лес по сталински, а щепки выше дерева летят. Мы рубим лес по сталински, а щепки выше дерева летят. Когда создавался Нинский округ, на первом этапе было принято решение не трогать ненцев-кулоков. Ну, опасались, в общем-то, возмущений. А коми-изжемцы, они же были как бы пришлые. И к ним отношение было и у ненцев не очень хорошее, но и, соответственно, у советской власти тоже. И они были богатыми людьми, там было достаточно много этих коми-изжемцев-кулоков. И с них и начали, в общем-то. То есть 30-31 год – это первый этап был к лекартизации в Тундре. С 30-31 год – это был второй этап, когда стали раскулачивать уже ненцев. То есть сначала их раскулачили и ненцев, потом ненцев раскулачили. Ну, а потом уже как бы стали создать колхозы, артели и так далее. То есть, в общем-то, такая была поступательная политика советской власти – создание именно коллективных хозяйств. Отец Юрий Виктор Сидорович, когда возглавлял лецслужбу округа, работал на укрепление оленеводческой отрасли. Практически не вылезал из командировок. Однажды даже для предотвращения эпидемии сибирской язвы среди оленей приходилось перегонять стада за Урал. Человек, который очень много отдал сил и здоровья для того, чтобы у нас было развитое оленеводство, он очень много уделял внимания вот этим прививочным работам. Тогда, кстати говоря, не было копыточных вот этих заболеваний. Сибирская язва была искоренена. То есть очень много он действительно сделал. В те годы он работал главным витрачом округа с 1961 по 1984 год. 23 года он работал в должности. Так сложилось, что Юрий последовательно учился в двух школах. Восьмилетку оканчивал в школе номер 5 поселка Качгард, а полное среднее получал уже в школе номер 2 лесозавода. Пятая школа была в те годы еще восьмилеткой. Уже сам став директором школы, Юрий Викторович с большим уважением вспоминает своих учителей, которые смогли вложить в подопечных максимум знаний. Я вот, допустим, вся говорю, математика мне в жизни не пригодилась, но при всем этом я ее знал хорошо. На твердую четверку я ее знал всегда. Допустим, тот же самый русский язык. Вот Татьяна Карасова, мой учитель, она вот настолько нас выучила, что я до сих пор пишу не задумываюсь. Когда мне, допустим, редактирует моя жена книги, она говорит, у тебя практически ошибок у тебя чисто в тексте их нет. Это вот я благодарен своим учителям в этом отношении. То есть у меня там была Татьяна Засимна Макарова и Татьяна Карасова. Они действительно привели нам такое мощное понимание знания русского языка. В нем рано проснулось чувство ответственности за себя и за свои поступки. Родители часто бывали в командировках, и мальчику ничего не стоило найти себе какую-нибудь веселую компанию и пойти по так называемой сомнительной дорожке. Но этого не случилось. Сознательность подростка одержала верх над детскими искушениями вольной жизни. Притом рядом всегда был еще один дорогой ему человек. Бабушка, она как раз тундровичка, неграмотный человек абсолютно. Она такая очень добрая была. Ее вот она сконтролировала. Ну а потом, соответственно, как бы уже подрос я. Годам к 11-17 я стал уже вполне самостоятельным человеком. И, конечно, Юрий благодарен родителям и учителям за то, что те сумели с молодых ногтей привить ему нужные в жизни и карьере качества. Теперь, в свою очередь, ему хочется передать это лучшее своим подопечным и детям. А их у Юрия и его супруги Ольги, известного в округе журналиста, двое. Александра у меня старше, 10 лет. Марк еще маленький, ему 3 года, в общем-то. Ну, они, скажем так, характер-то у них такой достаточно... Они очень деятельные. Они маму пошли. Очень такие энергичные, очень спокойные. Мне жить им не дают, я вам скажу. То есть Александра у меня, она, скажем так, кроме учебы, она ходит в музыкальную школу, в бассейн, в воскресную школу, на бисероплетение. То есть вот у нее свободного времени нет. Саша пока еще точно не определилась со своим будущим, но думает, что пойдет по маминым стопам в журналистику или в стоматологию. А пока она просто пытается пробовать себя в различных хипостасях. И ей очень нравится, когда у папы хорошее настроение. Он может разрешить колечко купить. Да. Особенно когда у меня день рождения. Они у меня обычно в аквапарк, украшения дали. Саша, Саша, не будь мешочницей. Совсем недавно человечество отметило новый 2014 год. И, конечно, на это событие люди загадывают исполнение каких-то своих желаний. Конечно, они сбываются не всегда или не скоро, но мечтать людям никто запретить не может. Есть такая мечта на год текущий и у Александры. В разные годы Юрий Викторович работал преподавателем истории, директором школы-интернат, заместителем главы администрации города по социальным вопросам, заместителем начальника управления по здравоохранению и социальным вопросам окружной администрации. В настоящее время он возглавляет коллектив школы номер один. Надо сказать, что первой школе повезло. Там, во-первых, сохранился костяк еще у людей, которые работают давно. И есть группа людей, которые работают уже среднего возраста. Поэтому у первой школы есть такое хорошее будущее, задел кадровый. А во-вторых, все-таки постепенно мы приводим здание в порядок. Вот. И я думаю, что благодаря вот таким нашим усилиям и коллектива, и администрации, и городской администрации, в общем-то, первая школа у нас будет первой и по номеру, и по состоянию своей души. Тема профориентации в школе – одна из основных. Ведь не секрет, что чем точнее молодой человек выберет себе будущую профессию, тем гармоничнее сложится его судьба. И здесь очень важна не только предрасположенность к той или иной профессии, но и насколько будет востребована та или иная специальность в перспективе. Я считаю, что я вообще говорю, что, ребята, поступайте в инженерные сейчас в специальности, потому что России нужны инженеры, а строители, дорожники, электрики. То есть люди, которые будут созидать. Возвращаясь к теме выпуска книги «Увенчанные славой» о героях-земляках, невольно вспоминается, что в настоящее время проходит всероссийский телевизионный конкурс «Лицо Победы», где определяют, кто более других выдающихся личностей достоин быть таковым лицом. Историю военную очень хорошо представляю. На мой взгляд, если брать из, скажем так, тех, кто участвовал во Второй мировой войне, мне наиболее симпатичнее, конечно, Маршал Аркасовский. Действительно, фигура с точки зрения военной науки практически безупречная. Он не потерпел ни одного конкурсного поражения в ходе войны. Наоборот, более того, провел две очень мощных операции, имеется в виду операцию по разгрому Сталинградской группировки и операцию Багратион. То есть, если брать с точки зрения полководца, то, наверное, он наиболее такой удачной фигурой является. Если брать век XIX, там, конечно, очень интересная фигура Скобелева, который, безусловно, является такой очень знаковой фигурой для именно русской истории. Тоже, к сожалению, сейчас вот местами, мне кажется, его подзабыли. В заключении нашего разговора Юрий Викторович поделился своими творческими планами на ближайшее будущее. Близится юбилейная дата со дня рождения нашего замечательного поэта и журналиста Алексея Печкова. И хотя герой этой программы в жизни не написал ни одного стихотворения, он с большим уважением относится к трудам и личности Алексея Ильича и уже работает над книжкой о поэте. Вот я стихи практически все его читал и скажу, что не побоюсь, наверное, таких строк, но он, безусловно, не уступал многим нашим великим поэтам, которые широко растержированы. И, допустим, тоже самый Сергей Александрович Есенин, да, его стихи узнают весь свет. Но ведь у того же Печкова были строки, вот некоторые вещи, ну, ничуть не хуже, чем у этого же Есенина. Субтитры создавал DimaTorzok